Всем добрый вечер, это программа доступного образования для дизайнеров онлайн. Сегодня у нас выступает Зоя Ти, это интерьерный предметный графический дизайнер, автор популярных в интернет-сети колористических коллажей, владелец интернет-портала дизайна интерьера life-design.ru. Сегодня она выступит с темой выбор цвета для оформления интерьера ресторана, кафе-бара, обзор модных трендов. В принципе, перед тем, как передать ей слово, я попросила бы вас описаться в чате, хорошо ли слышно. Поставьте плюсики, если это так, и минусы, если не слышно, по каким-то причинам плюсы есть. Хорошо, тогда бы я хотела передать слово Зое. Зоя, можете подключаться. Алло, слышно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите, потому что я не понимаю, есть ли я в эфире. Люди... Слышно? Отлично. Я рада вас всех приветствовать. Я понимаю, что сегодня вечер пятницы, поэтому у нас народу не очень много. Всех, у кого тяга к знаниям, перевесила тяга к алкоголю пятничному, я очень рада видеть, приветствую. Надеюсь, у вас будет хорошее настроение. Не буду вас долго мучить. Постараюсь быть краткой, но емкой. Меня уже представили, поэтому я долго задерживаться на этом слайде не хочу, на следующем. Но обратите внимание, внизу слайда есть две группы. Это мои группы, там продублированы материалы к этому вебинару. Там можно найти много всего интересного, и рестораны, которые я буду упоминать в презентации, они там будут в более развёрнутом виде. То есть, там будет больше картинок по одним и тем же ресторанам. Потому что, если показывать всё здесь, мы завязнем очень надолго. А так у вас будет возможность посмотреть всё в спокойном режиме и найти что-то интересное для себя. Ну что, мы начинаем. Сейчас мне только надо разобраться, как это... Вот. Итак, мы сегодня с вами поговорим про цвет. Какой цвет имеет значение в дизайне ресторана? Как с этим работать? Что нужно делать? На что ориентироваться? На что смотреть? Что предлагать заказчикам? Как сделать ресторан интересным для посетителей? Цвет – это очень мощный инструмент манипулирования сознанием. Благодаря ему можно делать с посетителями, грубо говоря, всё, что угодно. Можно заставить их приходить и быстро уходить. Можно заставить их прийти и остаться на подольше. Вопрос, какая стоит перед вами задача и чего вы хотите сделать. С помощью цвета можно прогнозировать поведение людей, инициировать их какие-то действия. В общем, управлять людьми, и вам за это совершенно ничего не будет, и делать всё это в своих корыстных целях, собственно говоря, что большинство рестораторов и делают. Реакции на цвет бывают врождённые. Они, как это сказать, на генетическом уровне заложены в человека, потому что это вопрос выживания. Бывают реакции на цвет, приобретённые, связанные с ассоциациями. Причём некоторые цвета могут вызвать у организма, у человека, реальные какие-то физические реакции. У меня слайды не переключаются. Вот. Давайте разберёмся, например, на примере красного. Красный цвет – это цвет, на который человек реагирует быстрее всего. Именно поэтому красный используется на всяких стоп-сигналах, дорожных знаках и ограждениях, чтобы привлечь внимание максимально быстро, чтобы у человека было побольше времени на реакцию. С чем это связано? Связано это с тем, что на генетическом уровне красный цвет ассоциируется с кровью. Кровь – это опасность, опасность, но мы, значит, должны как-то сгруппироваться, собраться и бежать. Поэтому, когда мы видим красный цвет, у нас поднимается давление, увеличивается мускульное напряжение, ускоряется ритм дыхания, то есть мы готовы к тому, чтобы быстро-быстро стартануть и слинять от мамонта или саблезубого тигра. Желтый цвет. Желтый цвет – это цвет солнца, цвет спокойствия, умиротворяющий, расслабляющий. Это тоже врожденная реакция на цвет, и она очень хорошо используется во всяких психоневрологических диспансерах, потому что они отлично знают, что разбеленные оттенки желтого подавляют негативные эмоции, какие-то суицидальные наклонности, и, в общем, человеку намного легче, комфортнее и спокойнее, когда он в желтом интерьере, ну, в таких спокойных, разбеленных его вариациях. Если мы смешиваем красный с желтым, то есть либо ставим их рядом, либо берем уже готовую вариацию их смеси, то есть оранжевый, то в человеке срабатывает ассоциация, причем на данном этапе она уже как бы идет врожденная, а в какой-то момент она была приобретенная. Это ассоциация с огнем. Огонь – это костер. Костер – это пещера. Пещера – это безопасность. Безопасность плюс вкусная еда. Вкусная еда – это повышенное слюноотделение. И действительно, если человека поместить в помещение, где будет много красного с желтым, слюноотделение у него увеличивается. Это научно доказанный факт. Я думаю, что вы уже понимаете, кто очень удачно воспользовался таким действием. Это, конечно же… Сейчас я попробую переключить опять. Это компания, которая занимается фастфудом. Причем самая узнаваемая из них – это компания McDonald's, которая вот этот красный-желтым эксплуатировала несколько десятков лет, весьма успешно склотила на этом состояние, потому что в какой-то момент они поняли, какую бы дрянь ты ни готовил, главное, как ее правильно подать, в каком интерьере, в какой упаковке. Поэтому на данном этапе развития ресторанов и бизнеса я бы очень не рекомендовала использовать вот эти сочетания – красный, желтый и оранжевый, потому что они на подсознательном уровне вызывают уже ассоциацию с не очень качественной едой, которая вот какая-то быстрая, высокоуглеводная, в общем, вредная, доступная, не очень хорошая. Поэтому какой-то солидный ресторан в этих цветах делать точно нельзя. По поводу фастфуда тут еще можно подумать, но опять же нужно 10 раз все взвесить. Но в McDonald's работают не дураки, они поняли, что они эту войну проиграли, потому что пошли судебные разбирательства, они проиграли несколько дел, и они сделали очень-очень умный ход, они сделали ребрендинг. И сейчас они позиционируют себя в таком эко-стиле. Вы понимаете, да, что, глядя на эти интерьеры, на эти здания, они проработали все узлы своей компании. На их сайте сейчас целая страница, по-моему, отведена их эко-направленности, что они заботятся о природе, у них там это экологично, то экологично. Но нигде не написано, что у них еда полезная и вкусная, вот, ее можно есть, но при этом они борцы за экологию. Что они сделали? Они притянули за уши эко-стиль к своему фастфуду, тем самым убив вот ту ассоциацию с плохой едой. И если мы с вами, как потребители, уже выросли на этой ассоциации, что Макдональдс – это желтый, красный фастфуд, то новое поколение потребителей, оно будет воспринимать их иначе. Они будут воспринимать Макдональдс, у них будет ассоциация как с эко-стилем, какой-то экологией, что это полезно, это модно, потому что я костиль сейчас на пике своей популярности. То есть вы понимаете, как можно манипулировать сознанием людей и при этом очень хорошо на этом зарабатывать. Поставьте, что ли, плюсики, это недоключение, что я сама с собой в пятницу вечером сижу и разговариваю. Спасибо большое. По поводу эко-стиля. Раз у нас так немного людей, я устрою вам небольшой бонус. У меня вчера была еще одна лекция, она была посвящена трендам в интерьере, ну, вообще в интерьере, а не в интерьере ресторанов. Поэтому эту тему я тоже перед вами немножко открою, она очень интересная, потому что ресторанный бизнес, он быстрее всего реагирует на тренды. То есть, как правило, сначала тренд, он появляется в какой-то там фэшн-индустрии, например, после этого он просачивается в интерьерку, и первыми, кто на это реагирует, это торговые галереи, бутики, отели и, конечно же, рестораны. Потому что они направлены на то, чтобы зацепить потребителя чем-то новым, свежим и максимально востребованным. И один из трендов сейчас, это основной тренд, который вообще существует в мире, который красной нитью проходит через все остальные тренды, это тренд на экологичность. На экологичность, на возврат к природе, на натуральность и на использование, соответственно, натуральных элементов или элементов, которые их очень хорошо имитируют. Если вы посмотрите внимательно на эти картинки, здесь три ресторана в абсолютно разных стилях, у них абсолютно разная стилистика. Это три ресторана из, грубо говоря, разных миров. Ресторан с красивой люстрой, он очень дорогой. Потом фастфуд, это пиццерия в Париже. И ресторан в Шанхае, национальные кухни. Но при этом вы видите, что, несмотря на разную стилистику, их всех объединяет одно, они выполнены с упором на натуральность. И вот именно натуральность – это то, что сейчас потребителю максимально необходимо. Связано это, прежде всего, с тем, что потребитель устал от фальши, он устал от информационного шума. И ему нужно что-то стабильное, понятное, родное, знакомое, то, что не меняется со временем. И в интерьерном оформлении это, соответственно, натуральные материалы. То есть, это мрамор, это дерево, это металл. Причем, если вы используете дерево, то это должно быть дерево, которое обработано так, что понятно, что это дерево. То есть, не стоит использовать... Одно время было очень модно брать деревянный фасад, покрывать его несколькими слоями краски, заливать толстяным слоем лапы, чтобы это все было глянцем. И предлагать это потребителям. Это пользовалось спросом. Но сейчас в эту игру уже играть бесполезно, потому что потребителю больше нравится то, что можно потрогать, то, на чем есть фактура, то, где можно попробовать вот эту натуральность, на вкус, ощутить ее, проникнуться ей, понять, что вот она истинная ценность. Поскольку наша лекция про цвет, мы все-таки вернемся к цвету. Периодически я буду тренды сюда вплетать, чтобы вам было понятно, откуда вообще все это растет. Потому что это, на самом деле, огромная тема, очень интересная. И сейчас все стремительно меняется, даже за последние два года, поскольку я люблю заниматься тренд-аналитикой и аналитикой спроса на цвет. Я могу сказать, что до последних даже два года поменялось все очень сильно и с точки зрения восприятия, и с точки зрения пожеланий потребителей. Поэтому вернемся к цвету. Значит, тренд-сеттером в данной области является компания Pantone. Рассказывать всю кухню Pantone я не буду, потому что это отдельная лекция. Она есть и на YouTube-канале Евгения Тюрина, и есть на моем сайте. Если кому-то интересно, заходите, послушайте. Скажу главное. Значит, на основе изучения потребительского спроса, настроений в обществе и еще кучи других данных. Институт цвета Pantone, компания Pantone, она делает выборку 10 оттенков, которые будут соответствовать настроениям в обществе и которые в соответствии с этим будут востребованы. То есть все цвета, которые предлагаются, они взяты неоткуда-то с потолка, они отражают настроение общества и пожелания. То есть они предлагают то, что будет пользоваться спросом. Собственно говоря, за это их и любят, и поэтому все ведущие дизайн-агентства, производители, они очень ждут этих, очень ждут эту информацию. Потому что все хотят производить товар, который заведомо будет востребован. Изначально все эти оттенки, они для фэшн-индустрии. Соответственно, интерьерная индустрия, она идет после фэшн, и туда проникает не все, а только то, что для интерьерки пригодно. И наиболее понравилось покупателю, потому что если покупатель очень долго носил на себе какой-то цвет, а носил он его, скорее всего, потому что он полюбился, он рано или поздно в интерьер этот цвет притащит и попросят сделать своего дизайнера что-то вот в этом цвете. Или если дизайнер вам предложит, то он это воспримет как что-то уже родное, для него это не будет экстремом, он совершенно спокойно это согласует. Поэтому очень рекомендую следить за анонсами понтона, потому что это даст вам фору на несколько, ну, как минимум на полгода, на год вперед, по тому, что будет популярно в интерьерной моде. И вы можете своим заказчикам делать интерьеры, которые будут популярны, ну, не популярны, а модны, востребованы, которые будут им нравиться не один, не два, и даже не три года. Тут сводная таблица специально проставила даты, чтобы вы понимали, за какой период эти оттенки. Она есть, эта таблица есть в тех группах, но сейчас попрошу вас так вот посмотреть на нее просто и понять, какого цвета здесь больше, какой цвет вам больше всего в глаза бросается. Я не буду этот цвет озвучивать, просто потом он у нас вылезет, чтобы вы понимали, откуда он вообще появился. Я пролистываю. Таблицу можно будет посмотреть. Ну, не хочет пролистываться. Ну, пожалуйста. Вот. Значит, в этом году цветом года объявлен цвет гринери. Посмотрите внимательно на картинки и на подписи к ним, вы поймете, что это рестораны 2014 года. В 2014 году они были на питье популярности, очень модными, очень классными. Вот. Вопрос, почему гринери появился сейчас? Ответ. Потому что компания Pantone не могла уже не... не могла его не сделать, не выставить, поскольку тренд на экологичность, на экологичную еду, на экологичную, в том числе, одежду, на экологичную косметику, он идет не первый год, он как снежный ком, нарастает, нарастает, нарастает. Мы уходим от общества потребления, мы уходим к обществу более-менее осознанного потребления, когда человек тщательно выбирает, что он, например, будет намазывать себе на лицо или чем он будет иметь голову. И гринери – это просто отражение этой тенденции. А сама тенденция, она существует, на самом деле, уже очень давно, ни один, ни два, ни три, даже, наверное, не четыре года. Вот. И полностью... гринери полностью соотносится с тем, что сейчас творится в головах потребителей. Поэтому я бы сказала, что в этом году Пантон выставил цвет не для моды, не для фэшн, а как манифест тому, что вообще происходит. Они вообще себя стараются позиционировать, как... что цвет – это отражение настроения эпохи, ну, вот, какого-то периода жизни. Ну, в этом... в этот... на этот год, в этот период, вот, гринери, они посчитали наиболее соответствующим этому. При том, что на самом деле цвет довольно спорный, особенно для фэшн-индустрии, его очень тяжело носить. Для начала он идет не всем, потому что нужно иметь очень хороший цвет лица, и гринери его не испортил. Вот. Плюс его... чтобы его с чем-то сочетать, нужно быть как минимум хорошим дизайнером или обращаться к стилистам. Поэтому в качестве аксессуаров он, да, приемлем, в качестве основной одежды. Ну, он такой... на самом деле спорный. И в фэшн-индустрии он не очень прижился. И в интерьерной индустрии он тоже не является каким-то трендом или супер-мега-модным, поскольку он там уже давно. Поэтому, ну, лично я цвет гринери трендом не считаю. Перемьемся к нашим ресторанам. Значит, вот этот ресторан, который там был на первой картинке, это ресторан SongQ в Монако. Я, несмотря на то, что он сделан в 2014 году, скажу, что на сегодняшний момент это очень модный ресторан получается, потому что в нем собрано целых три тренда. Ну, первый – это вот модный, не буду называть его трендом, все-таки это модный гринери, на который сейчас очень многие ведутся, потому что многие знают, что гринери вроде как цвет года, а значит, он в моде. Во-вторых, здесь явно прослеживается, это стиль Ордеко. Вот он прям очень явный. А Ордеко сейчас второе дыхание обрел. Он был очень популярным как раз в 2013-2014 год. Потом интерес к нему немножко уснизился. А сейчас Ордеко опять на коне благодаря своей графичности, потому что у людей появилась гигантская тяга к графическим орнаментам, к графике, к, как это сказать там, к графике и динамике. И связано это с тем, опять же, что люди устали от хаоса, от войн, от экономических, политических каких-то неурядиц и абсолютно непонятных ситуаций, что будет дальше. А геометрия – это порядок, упорядоченная структура, которую можно просчитать, которая стабильна, которая на подсознательном уровне человека, опять же, успокаивает. Дает ему какую-то основу. Поэтому два тренда – это фактурность и геометричность соединились в Ордеко, потому что Ордеко – это, в первую очередь, фактурный материал, использование фактурных материалов. Во-вторых, это очень графичный стиль. Поэтому Ордеко сейчас опять на волне, но не явный его… не явный его… не чистый стиль, а его интерпретация, его плетение в другие стили. Другой ресторан, который был сейчас на картинке, это фастфуд в Китае. Очень, кстати, хороший фастфуд. Они сделали в Реннингейше Макдональдса. Ну, и там еда, честно говоря, получше. Но это огромная сеть. Вот. И они, опять же, сделали ставку на экодизайн, плюс вот такой минимализм, плюс какие-то традиционные фишки. Создали вот такое интересное заведение со своим лицом, но при этом вполне модное. И, повторюсь, в группе будет там картинок побольше, чем здесь. Ну, смотрите, тренды трендами, а когда вы выбираете цвет для ресторана, нужно опираться на несколько таких основ. Потому что не все цвета способствуют, грубо говоря, хорошему пищеварению. И выбирая цвет, нужно понимать, где вы его будете использовать, как вы его будете использовать, и зачем вы его будете использовать. Основное, на что нужно обратить внимание, это, конечно, формат заведения. Потому что очень-очень многое зависит от того, как будет организована кухня, на что сделана ставка, хотят посетителей видеть там подольше, хотят, чтобы посетители приходили, быстро ели, уходили. Это все можно регулировать с помощью цвета. В моей практике было кафе на Каменно-Островском проспекте. Это был мой, по-моему, второй проект такого уровня. Оно было не очень удачным, потому что я выбрала очень красивое цветовое сочетание. Но в тот момент я не соотнесла это с тем, на что была сделана ставка у ресторатора. И поскольку наши с ним форматы не совпали, заведение не оправдало ни его ожиданий, ни моих ожиданий. И потом мы там сделали ребрендинг. На этот раз удачный. Поэтому на личном примере говорю, выбирая цвет, нужно четко понимать, какой результат с точки зрения выгоды заведения вы хотите получить. Форматы заведения, если вдруг кто не знает, я просто сейчас их перечислю, что под этим подразумевается. То есть это кафе, ресторан, бар и ресторан какого типа. Портрет посетителя. Выбирая цвет, вы должны понимать, кто будет в это кафе или ресторан приходить. То есть это будет молодежь, подростки, если это кафе рядом с какими-то институтами, университетами. Это будет какой-то фастфуд в торговом комплексе. Это будет шикарный, роскошный ресторан на последнем этаже высотной башни. Это будет какой-то небольшой, уютный, семейный итальянский ресторанчик. Соответственно, во всех вот этих заведениях будет свой посетитель, который будет, туда придет с какими-то ожиданиями. И эти ожидания надо частично оправдать. Это не значит, что все должно быть очень предсказуемо. Но, идя в итальянский ресторан, человек должен, ну, хотя бы примерно понимать, что его там ждет. Потом легенда заведения. Легенда заведения – это очень важная вещь. Сейчас она есть, наверное, практически у каждого уважающего себе ресторана. Это смысл, посыл, который считывается при попадании в это заведение. То есть должна быть какая-то фишка, что-то, что создает этому месту какую-то историю, какую-то вот легенду. И эта легенда, она вот в эмоциональном плане переходит к посетителю. И вообще мы сейчас живем в эру эмоций, когда главным товаром будет уже не товар сам, не информация. От информации мы сейчас тоже уходим, а будет очень востребована эмоция. И вот эту эмоцию мы должны дарить. А поскольку мы дизайнеры, то это вообще наша эра, этим нужно уметь пользоваться. Ну, средний чек, я думаю, всем понятен, я не буду на этом останавливаться. Мы продолжим дальше. Посмотрим по форматам. Значит, первый формат – это фастфуд. Мы, в принципе, уже практически поговорили. Это динамичный интерьер, яркие детали, яркие акценты. Формат фастфуда подразумевает, что клиент приходит, он ест, он уходит, он не занимает долго времени, потому что фастфуд рассчитан на поток. Им невыгодно, чтобы человек долго-долго сидел и пил чай. Поэтому яркие акценты в виде красного и оранжевого, в основном красного, они стимулируют человеку уходить. То есть работает тот же самый инстинкт, что опасности надо уйти. Мы этого не считываем, мы не даем себе в этом отчет. Но желание уйти, оно есть абсолютно четкое. Этим фастфудщики активно пользуются. И даже при том, что Макдональд сейчас сменил эко-стиль, у них красный в интерьерах все равно есть. Но в меньшей степени. Не знаю, как они будут разруливать эту ситуацию. Но если вы заметили, то сейчас они стали себя позиционировать еще и как кафе-кондитерскую, рекламировать своих бариста. То есть, скорее всего, они под свой эко-стиль поменяют модель заведения на то, чтобы люди там действительно сидели чуть дольше, чем это было раньше. Второй формат – это ресторан или кафе семейного типа. То есть, это кафе, ресторан, ориентированный на семьи с детьми, на семейные посиделки, на какие-то душевные вечеринки. То есть, это формат неподразумевающей бурной выпивки, какого-то безудержного веселья. То есть, чинная, спокойная, спокойная домашняя атмосфера. Соответственно, в данном контексте нужно обеспечить какой-то нейтральный фон, интересные детали. И, чтобы было чему глазу зацепиться, то есть, с одной стороны, не должно ничего давить, должна быть атмосфера воздуха и простора, а с другой стороны, должны быть детали, за которые лето цепляется. Почему важно простор воздуха и более-менее светлые тона? Потому что дети в темных пространствах долго находиться не могут. Они начинают капризничать, они просят уйти, они начинают тебя плохо вести. Соответственно, если вы первоначально пытались открыться как семейный ресторан, то эта задумка не получится, потому что детям будет некомфортно. Поэтому, если вы планируете именно семейный ресторан, или ресторан для всех, как иногда заказчики говорят, когда его спрашивают, ресторан для кого, он говорит, для всех, значит, это должно быть что-то светлое, но с хорошими акцентами. И еще один формат, это кафе или бар для молодежи. Там, соответственно, можно себе позволить намного больше, можно использовать темные тона, формат кафе может меняться в зависимости от времени суток, то есть днем это может быть кафе, ориентированный на бизнес-ланч, вечером это может быть какой-то зажигательный бар, причем все это можно делать, опять же, с помощью цвета и света. Но про освещение я рассказывать не буду, я думаю, что на этой теме тоже есть вебинары, но это все очень интересно, особенно как цвет работает вместе со светом. Сейчас мы посмотрим вот эти рестораны поближе, это ресторан в Сан-Франциско, несмотря на то, что он 15-го года, но это конец 15-го года, я специально выбрала его, потому что, во-первых, у него вот эта двухформатность есть, то есть когда естественное освещение уходит, там наверху у него окна, второй верхний свет, когда верхнего света нет, то есть ночь, включаются фонари, и там создается такая атмосфера вечернего пляжного бара. Очень здорово продумано, и заведение воспринимается по-другому. При этом они такие молодцы, они сделали вот этот ресторан, он в принципе полностью соотносится с тем, что супер-мега популярно сейчас, потому что принты с пальмами, они на пике своей активности, это прям тренд этого года. Несмотря на то, что пальмы, они уже очень давно в интерьерке, но они были такие очень, как это сказать, не агрессивные, ненавязчивые, интеллигентные, а сейчас это прямо джунгли-джунгли, которые вот должны давить своей зеленой массой, которые должны погружать человека вот в этот вот кокон зелени. То есть, если вы уже уловили мою мысль, то вы поймете, что тренд с пальмами, он очень хорошо соотносится с трендом на экологичность и трендом на... с гринери он тоже очень хорошо играет. При этом пальмы еще могут отлично использоваться в арбеко, как элемент экзотики. То есть, все очень завязано и замешано. Вот это второй ресторан, который был на той картинке, это как раз ресторан семейного типа. Тут тоже есть вот эта вот заявка на натуральность и природность в виде стен таких вот необработанных, но покрашенных. Это ресторан греческой кухни. Соответственно, тут элементы... цвета греческого флага он выполнен, плюс тут есть диаметрий на полу. То есть, он тоже очень хорошо соотносится с темой того, что популярно сейчас. Единственное, вот эта вот красная... Ну, я бы назвала ее пагодой, у меня почему-то с ней ассоциация. Она как-то выбивается из общего контекста. Я бы ее переделала. Но, с одной стороны. С другой стороны, ее видно не со всех точек, а ты сидишь к ней спиной. Она не мешает. Поэтому, может быть, это такая своя фишка. Она имеет тоже право быть. Следующие форматы, которые нужно уметь делать и просчитывать, и на самом деле, это проекты как раз те, за которые больше всего платят, за которые престижнее всего браться, это бизнес и премиальный сегмент. То, что касается бизнес-сегмента, тут нужно понимать очень хорошо одно правило. В бизнес-сегменте не должно быть ярких акцентов. Потому что, когда вы приходите с деловым партнером подписывать договор, обсуждать детали сделки, заключать там многомиллионные контракты или обсуждать их, вас не должно ничего отвлекать. Поэтому бизнес, концепция бизнес-пространства, она должна быть очень нейтральной. Вот ресторан «Русский», он открылся недавно. Сейчас я промотаю его. Больше фотографий есть в группе, можно посмотреть, они очень красивые. Мне кажется, что у вас оно на экранах все очень маленькое. Но оно стоит того, чтобы залезть в Фейсбук и посмотреть это в хорошем варианте, в большой картинке. А несмотря на то, что ресторан очень нейтральный, он очень красивый. Понятно, что основной акцент здесь сделан на панорамные окна. И это не зря. Это себя полностью оправдывает. При этом здесь есть такие интересные фишки в виде вот этих вот свисающих вещей. И если вы обратите внимание, дизайнер тут, несмотря на то, что тут нет акцентов, тут очень много маленьких деталей, которые заменяют эти акценты. То есть это вот фигурно выложенные полы. А там на стенах, с одной стороны, интересна очень штукатурка. И там много-много-много вот таких нюансов, которые играют на тонах и полутонах. Это идеальный пример того, как должен быть сделан бизнес-ресторан. Этот ресторан сделан в башне в Москва-Сити. Соответственно, он изначально на это и ориентирован. Вряд ли кто-то проедет специально в Москва-Сити, в ресторан в вечернем платье, скорее всего, на какие-то либо очень солидные мероприятия, либо на бизнес-переговоры, или в ужин с бизнес-партнерами. Причем этот ресторан, опять же, сделан двуформатный. Вечером Москву, грубо говоря, невинно. В окнах отражаться начинает сам ресторан. Включается свет. И интерьер его меняется разительно. И уже в вечернем варианте здесь будут уместны и вечерние платья, и бриллианты. Можно даже пригласить жену на какое-то событие, годовщину, чтобы посидеть в каком-то павстном месте. Поэтому запомните вот это место, это очень хороший пример того, как надо делать. Вот это лобби-бар в Баку. Сейчас я предыдущую картинку покажу. Вот он тут внизу. Он рассчитан на... Это очень дорогой отель. Очень дорогой лобби-бар. Это сеть эмиратских отелей. И это премиальный сегмент, который может позволить себе использовать несъедобные цвета. То есть это единственная сфера в ресторанном бизнесе, где можно позволить себе использовать синий. Потому что синий цвет, он понижает аппетит. Он вообще не способствует пищеварению. Он расслабляет, с одной стороны. С другой стороны, благородные оттенки синего, они ассоциируются с роскошью, голубой кровью, с драгоценностями. Поэтому для премиального сегмента... Тут вот еще потолки такие фактурные, они все там играют. Это очень хороший выбор. Скажу сразу, что это лобби-бар, где не предполагается много есть. Поэтому у них это еще и оправдано. При этом ты можешь посидеть, там кого-то подождать, назначить встречу, выпить кофе. Но нужно понимать, что рестораны хая-сегмента, люди ходят не за жареной картошкой с соленым огурчиком. Они туда приходят за своей порцией дефлопе, чтобы посидеть красивыми, выголеть платья, новые туфли, бриллианты, показать свою жену, благородно и изысканно провести время. Поэтому синий цвет в ресторанах такого уровня, он, в принципе, уже является нормой. Потому что он там никому не мешает, и он выполняет функцию облагораживания и создавания хорошего фона для заказчика. То есть заказчик бриллиант, ресторан – это достойное право. Я не очень быстро говорю. Все хорошо. Как-нибудь отреагируйте, а то у меня опять ощущение, что я сама с собой. Все хорошо. Спасибо. Вот. По поводу модных оттенков. Значит, смотрите. В прошлом году... Спасибо большое. В прошлом году, в 2016, цветом года был назван цвет Rose Quartz. Он шел в купе с цветом сиренити. Это такой голубоватый, слегка сиренити. А, ну вот я в сиренити как раз одета. Это в прошлом году куплено. Прямо как угадала. Очень приятный оттенок. Вместе с розовым он чудесно смотрится. Выбор этого цвета был обусловлен тем, что было много войн и терактов в 2015 году. Вот. И в 2016 людям предложили вот этот цвет сахарной ваты. Не видите, я если бы воды так не тринцла. Вот. Цвет сахарной ваты. Который позволяет людям абстрагироваться от всего вот этого негатива, который нас окружает. Погрузиться вот в эту вот розовую столу. И создает такую иллюзию, что я ничего не слышу, ничего не вижу, ничего вокруг не происходит. Там вокруг меня все розовое, мне хорошо. А в купе с сиреневым это еще и цвет закатного неба, поэтому это вообще такой релаксант, очень мощный. И когда Роскваст и Сиренити появился, это был такой фурор и восторг. Вот. Люди очень радостно его восприняли, не так как в Гринере. Вот. Но интерьерная мода была в таком легкой растерянности, потому что розовый цвет в интерьере его очень редко используют. И прогнозировали, что он не будет пользоваться популярностью, он не пройдет в интерьерку. Хочу сказать, что когда я начала заниматься вот этими прогнозами, это получается, наверное, лет пять назад, в момент, когда из интерьерной моды цвет приходил в... точнее, из фэшн-мода приходил в интерьерную моду, на это уходило где-то полтора года. Ну, год точно. И цвет был актуален вот от полутора лет и до трех лет. Актуальность цвета в интерьерной моде. И даже вот в вебинаре, который сейчас висит, я об этом говорю. Но за последний год ситуация изменилась все очень стремительно. И с момента, как цвет года объявляется, буквально полгода он уже появляется в интерьерках. Ну, это меняются технологии, плюс меняется информационное поле. Благодаря Пинтерест, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, все-все-все-все-все-все, оно работает очень быстро. Происходит на одном конце планеты, через несколько секунд это можно уже узнать на другом. Соответственно, тут то же самое. Поэтому вот этот Роуз-Кварт, он был такой темной лошадкой, и, честно говоря, мало кто, он как-то вот особо проникнет в интерьерку. Но тем не менее, в этом году вот на сезон весна-лето появились еще два цвета к нему в добавок. Это Хазунат и Палет Доквуд. Палет Доквуд это кислый киорел, Хазунат это весной орех. И розовый проник в интерьерку и проник на самом деле довольно глубоко и довольно успешно. Это ресторан с 17-го года, причем, по-моему, второй половины 16-го года в Сингапуре. Он сделан в огромной какой-то башне, по-моему, торговый комплекс там есть. Когда я первый раз показала мужу эту фотографию, когда я его нашла, я такой с 22-го столько испытала, потому что ну, это прям идеальный ресторан для меня как для дизайнера. Муж посмотрел и сказал фу, фу, что это? Я бы туда не пошел. Я говорю, ну, конечно бы ты туда не пошел. но зефир. Но вы можете розовый называть как угодно, он розовый. Вообще, на самом деле, в интерьерной, это я тихо накомментирую, в интерьерной моде нет такого понятия, как конкретный оттенок. То есть, есть тенденция на какие-то цвета, на цвет розовый и множество его оттенков, на цвет, там, глобой и множество его оттенков. Поэтому, в интерьерной моде не так важно, как оттенок называется, но очень важно, из какой он дамы, и какая у него теплота, и как он меняет пространство. Вернусь к ресторану. Значит, по поводу этого ресторана, я ответила мужу, что это идеальный ресторан, потому что, да, ты не можешь сюда прийти в пятницу вечером с друзьями после работы, но ты можешь, если учесть, что ты находишься в торговом комплексе, ты можешь прийти сюда с девчонками, обмыть новые прады, джимичу, ты можешь устроить тут вообще девичник, ты можешь тут сыграть свадьбу, ты можешь пригласить сюда свою маму, ты можешь пригласить сюда свою сестру на ужин, если она у тебя есть, ты можешь прийти сюда всей семьей, если у тебя воспитанные дети, они не будут бегать и обмазывать шоколадные руки белой колонной. То есть, это, в принципе, практически универсальное место, несмотря на то, что оно розовое. И надо сказать, что этот ресторан удостоился премии Десенчевард в семнадцатом уже году. Вот, я не помню от какого города, потому что этих Десенчевард их очень-очень много и в разных странах они разные. В общем, у него есть вот эта престижная награда, его оценили. И прошу обратить внимание на пальмы. Тут есть вот эти живые пальмы, которые разбавляют всю вот эту сахарность и приторность, делают этот интерьер очень живым. поэтому на семинаре, который я недавно вела для рестораторов, мой рецепт был, если вам нужно быстро и дешево обновить интерьер и создать какую-то модную атмосферу, просто поставьте туда много-много пальм, терапических растений, и вы добьетесь желаемого результата. Тут вот они очень-очень грамотно все это разместили. Это тоже хороший пример того, как можно и нужно делать. Другие примеры использования розового это вот это вот, как это называется, кондитерская. Это кондитерская в Мадриде, но нужно сказать, что это не дань моде на розовый цвет, а это просто их фирменный цвет. Фирменный цвет их упаковки. Но когда розовый вошел в моду, то есть был объявлен вот этот розовый цвет, они решили, что раз этот цвет моден, то почему бы нам весь ресторан не сделать. И они позвали очень хорошего дизайнера, она придумала такой обалденный потолок, и на самом деле в нескольких журналах я его уже видела. Смотрится он очень эффектно, при том, что в принципе сделан, ну тут нет ничего такого прям архисложного, супер-мега-технологичного, но согласитесь, что это красиво, это приятно, и главное это вкусно, то есть прийти туда и съесть пироженку, ну это идеальная атмосфера, что может быть милее. Другой вариант, это ресторан Бранте Тома Диксона, это нижняя картинка. Верхний ресторан это тоже Англия, но к сожалению я не смогла найти чей он, поэтому вот он не подписан, а нижний ресторан это Том Диксон. Вот он. Это ресторан 16-го года, прошу обратить внимание на то, что здесь зал поделен цветами, то есть тут кресла в центре, они стоят вот этого нежного розового оттенка, а по периметру у него идет окружение из черных и темно-синих кресел. И заходя в этот зал, вы либо сядете к окну, но вдоль окон там стоят такие зеленые диваны, и все равно будет сидеть спиной. Но скорее всего вы сядете в какое-то вот это манящее розовое, приятное, такое плюшевое кресло. Тоже очень хитрый ход и нестандартное использование розового. То есть для отечественного дизайна розовое в интерьере это очень очень необычно. И если вам интересно, а из чего потолок, там палочки покрашены, просто покрашены палочки, прикреплены. в той кондитерской. Вот. И если вам интересно мое мнение по поводу розового, я могу вам его сказать, потому что история розового в России, она немножко отличается от розового в Европе, и русский и советский человек розовый воспринимает абсолютно по-другому. Рассказать вам, чтобы не было... Потому что я сейчас столкнулась с тем, что многие поколения этот цвет не приемлят, и на самом деле для меня он тоже таким камнем предкровения является. Опять же, из-за ассоциаций. Сейчас расскажу. Значит, дело в том, что в Советском Союзе, зная о том, что розовый это цвет успокаивающий, расслабляющий и снимающий негатив, его очень активно использовали в гос.черездиниях. Это были налоговые, всякие там прокуратуры, как это ни парадоксально, больницы, детские сады, пенсионные фонды, то есть все-все-все, паспортные столы, куда нужно было приходить и в кровь биться, чтобы что-то оттуда получить. Сделано это было, опять же, умышленно, в Советском Союзе тоже не дураки работали. И красилась в розовый цвет. Поскольку краска была масляная, то под действием внешних факторов со временем она становилась такой грязновато-розовой с мерзким желтым оттенком. И все советские люди на подсознательном уровне ассоциируют вот этот розовый вот с этим негативом. Поэтому предлагать своим заказчикам, если они старше, у меня уже я старше 30, поэтому я это помню. Я не знаю, что если ваш заказчик старше 30, у него может быть эта негативная реакция. Если вы на нее натолкнетесь, отнеситесь просто к ней с уважением, потому что люди прошли через много, они отстояли очень много в этих очередях, все это было очень тяжело и вымучено. Поэтому с модой на цвет, несмотря на то, что это транслируется по всему миру, в разных регионах, в разных областях, и в разных городах, и в разных поколениях, реакция на этот цвет может быть разная, если есть какие-то вот такие сильные ассоциации, как, например, вот в России. Интересно? Вот этот оттенок это Печеха. Он был в прошлой палитре Пантон, прошлогодний, 16-го года. Мой любимый. Мне очень понравился. Я всем рассказываю, что у меня скидок такого цвета. Они, правда, слегка подлиняли, вот, подвыцлили. Но изначально они были как раз такие. Они очень позитивные, очень веселые, очень задорные. Это вроде как и не розовые, в то же время еще не оранжевые. Очень приятный оттенок. И как он в интерьерную моду прижиться может, тесно говоря, до сих пор не знаю, но тем не менее, вот это пример использования этого цвета. Это шведская студия Not Design в 2017 году, то есть уже в этом, на Стокгольмской мебельной выставке сделала дизайн-бар для дизайнеров. То есть для самой, грубо говоря, изысканной и претензионной публики. Причем они дали на это обоснование в пресс-релизе. Нам хотелось создать уютное место, и с теплой атмосферой, которое располагает к отдыху и к работе и придется по душе посетителям холодного, ветреного февральского Стокгольма. То есть это вот такая вот розово-оранжевая няшка, такой подарок дизайнерам, которые вот настрадались, туда приехали, их с хлебом, с солью приняли. Марсала напоминает. Марсала нет, Марсала он бордовый все-таки. Если вот раскладывать по цветам, то это длинный бордовый цвет, тоже красный, тоже теплого оттенка. Вот. Но это не Марсала, она намного-намного-много плотнее, темнее и в красный уходит. В красно-синем даже. Глубокий винт, да. Вот. Поэтому вот бывает и такое, и в принципе я думаю, что этот цвет периодически он будет всплывать где-то, потому что в больших количествах тут это все, конечно, утрировано у этих ребят. Вот. С надеждой на то, что дизайнеры поймут, долго такой интерьер он не проживет. Это как раз для временной выставки. Но для временной выставки это как раз то, что нужно. Еще два оттенка, которые очень будут, не оттенка, а от цвета, которые будут очень модны. Это глубокие-глубокие оттенки синего и глубокие-глубокие оттенки зеленого. Причем есть зеленый такой близок к болотному, он будет менее популярен. А вот типа луж меду он сейчас набирает свои обороты и будет популярен еще в энное количество времени. И вот этот синий. Помните, я вам говорила в таблицах, обратите внимание, какого цвета там больше всего. Если вы посмотрите на эти таблицы еще раз, они есть в фейсбуке, вы поймете, что синий там практически в каждом сезоне именно такие глубокие его оттенки. И это не случайно. Я не буду прогнозировать за понтон, но мне кажется, что цветом следующего года должен быть темно-синий оттенок, потому что в него сейчас безумно влюблены все. Он нравится практически всем. В моем окружении, я говорю практически, но в моем окружении нет человека, которому сейчас на данный момент Жене не нравился темно-синий оттенок. Вот реально, я такого не знаю. Если кому-то из вас не нравится, пожалуйста, напишите мне, меня будет кто-то из знакомых, кому синий не нравится. Вот. И по прогнозам вот эта тяга к синему, она продлится еще не один сезон. Связано это прежде всего с тем, что опять же мы уходим из эроинформации, мы хотим отделаться от информационного шума, нравится очень, да. И сейчас все больше заказчиков и в вашем окружении, я думаю, тоже такие люди есть, которые отказываются от телевизоров. То есть, я уже делала несколько квартир, где телевизоров не было вообще, вот в принципе, они там не нужны. Был один домашний кинотеатр, но к нему не было воткнута антенна телевидения, это вот просто смотреть кино в хорошем качестве. И это связано с тем, что люди устали от той лапши, которую нам постоянно вешают, от той истерики, которую нам пытаются навязать. Люди пытаются уйти от информационного шума. Извините, связки садятся, второй день говорю, а это тяжело. Вот. А синий как раз позволяет нам расслабиться, он погружает в атмосферу такой расслабленной отрешенности. Причем именно темно-синие оттенки, они дают вот ощущение вот этого кокона, закрытости, изолированности, но при этом осознанности. То есть, если розовый, роз, кварц, это все-таки такой цвет инфантильности, я не хочу ничего слышать, я просто хочу, я-ля-ля, как это, я девочка, хочу кружевные трусики, то глубокий синий это оттенок, который отгораживает от мира, но при этом оставляет пространство для себя. То есть, внутри этого пространства ты можешь о чем-то думать, о чем-то размышлять. Точно таким же эффектом обладают темно-зеленые оттенки. Причем, сейчас мы в моде не только синие и зеленые, но также их смесовые сочетания, то есть, глубокие синие-зеленые, потому что в глубоких тональностях они по своим свойствам очень похожи. Единственное, что синий он все-таки больше работает на расслабление, а зеленый он работает на сосредоточенность. У меня тут что-то высветилось, какое-то предупреждение исчезло. Я надеюсь, что он снижается. 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 Так, так меня слышно, видно? Вернулись, отлично. Так, я не поняла, на каком моменте я пропала, но в общем сейчас на пике популярности будут глубокие синие, глубокие зеленые и смесовые синие, глубокие синие, зеленые, потому что они дарят человеку ощущение покоя, ощущение расслабленности, но при этом оставляют место для раздумий и какого-то сосредоточения, считайте, на смысле жизни. Как это можно использовать в ресторанах? Тренды трендами, да, мы с вами говорили, но при этом, например, глубокие синие тона, они, я уже говорила, хорошо подходят для премиального сегмента или для ресторанов, которые не рассчитаны на какой-то вот массовый поток. Это пример ресторана Le Rocher Spa, это отель, при нем вот этот шикарный ресторан, безумная работа с цветом, если вы посмотрите тут все три цвета, так у меня какая-то тут мишка зависла на экране, но она не моя. Так что, извините, вот как раз она, я не знаю, видите вы ее или нет, мне она на розовый стул показывает. Здесь как раз вот собраны вот эти три тренда, это зеленый, розовый, синий в глубоких вариациях, там глубокий синий цвет стен, есть черный цвет, черный цвет как оттеночный, цвет дерева, там потолки деревянные, фактурный пол и при этом фактурные материалы на обивки. И вот фактурные обивки, они сейчас тоже в тренде, потому что мода на натуральность, она породила моду на фактурность. И если опять же отсылаться на то, что мы переходим в эру эмоций и эмоциональности, то фактура позволяет, она побуждает человека что-то потрогать. А когда мы что-то трогаем, мы получаем информацию, мы получаем эмоцию. Вот собственно говоря, поэтому сейчас будет востребован всякий велюр, хороший шинил и вот прочие вещи, которые, вот плюшки такие, которые приятно трогать. Или какие-то фактурные вот ткани со сложными плетениями. В общем, это сейчас тоже будет очень востребовано. И несмотря на то, что это 16-й год, Лавуан, конечно, она монстр. Я очень рекомендую залезть в фейсбучную группу, найти там, по-моему, в двух местах у меня лежат, отдельно лежат отели номера, отдельно лежит вот этот ресторан. И там и там потрясающая работа с цветом. То есть я просто снимаю перед ней шляпу, я хочу такого заказчика, который мне разрешит вот так вот все это сделать. Потому что я так тоже могу, но нужно убедить наших скованных людей, что это имеет право на существование. Но это реалии нашего бизнеса. А также, как пример, использование синих и зеленых оттенков. Вот три ресторана. Ресторан «Белуга». Сейчас, извините, я посмотрю, что у меня там впереди. Да, на них все закончилось. Просто все вот эти рестораны, они есть в папках в группе. Там больше фотографий, можно все это рассмотреть внимательно. Значит, ресторан, который «Ла Фаэт Нуар», очень рекомендую его посмотреть. Там тоже поразительная игра с цветом. Очень такие, получается, уютные, при этом кавуарные такие интересные пространства. И все это сделано, грубо говоря, исключительно за счет цвета. Очень рекомендую посмотреть и проанализировать, за счет чего этот эффект создан. Который парижский вот этот вот «Бестро», ресторан, он сделан в лофте. Там все такое абсолютно обшарпанное, высоченные потолки. На фотографии-то хорошо видно, которые в группе. И идут вот эти синие, уютные фактурные диваны. И, собственно говоря, только за счет них, они идут по периметру помещения. Создается вот эта вот атмосфера не того, чтобы в каком-то старом заводе, да, в старом цеху, а в том, что вы в каком-то облагороженном месте, где о вас готовы позаботиться и дать вам, предоставить вам какой-то уют. Ну, как минимум, чашку хорошего кофе. Плюс, опять же, вот сочетание идет вот этого малахита изумруда, такого разбеленного слегка, вот с этим синим. И сочетание синего и зеленого, синего с розовым, зеленого с розовым. Это вот прям такой самый свежий тренд. На январском Мизон-Абюже было очень много таких сочетаний. И если вы на самом деле посмотрите в группе, или же я специально выложила для вчерашней, правда, опять же, сессии, приглашения от Бока-де-Лоба, Визионеры, Бакстер. Они все выполнены вот как раз темно-синий, темно-зеленый. Там экотренд, там Паймы есть у Визионера, по-моему, у Паймы. А у Бакстера у них сделано такое, в духе вроде бы как в Мелитаре. Там такая карта. Но если к ней непринимательно присмотреться, вы увидите, что эта карта с прожилками, это на самом деле листок. То есть там прожилочки, вот это все как будто на листке нарисовано, зеленый. Ресторан Белуга. В Москве это тоже ресторан недавно открылся. У него синий потолок. Причем ресторан тоже хорошо играет на два формата. Днем его можно абсолютно использовать спокойно, как бизнес-встречи, но таким хорошим буксом в сегменте. А ночью за счет освещения вот этого синего потолка, там создается такая вот очень хорошая, интересная атмосфера. Туда совершенно спокойно можно прийти в платье, в пол и чувствовать себя очень комфортно. Если бы потолок был белый, то в вечернее время это все бы смотрелось, скажем так, неуместно, пафосно. А тут это все смотрится очень элегантно, изысканно и, я бы сказала, гламурно. Поэтому это тоже хороший пример. Другие два цвета, которые сейчас выстрелили и которые еще останутся в палитре, это поттер-клай, ну, грубо говоря, цвет глины, тракот и спайси-мустарт, острая горчица. Поскольку я уже говорила, в интерьерке не так важен оттенок, а важное направление, то модно будут все оттенки шафранового, горчичного, там жжжж, там шелное чего-то. В общем, серое, ну, вот все цвета, все оттенки близкие к этим. Но они будут модны как дополнительные, потому что они очень хорошо оттеняют как раз синие, зеленые тона, создают им, они убирают вот эту вот кулуарность и чопорный гламур и создают такую живость. Ресторан в Лондоне, там, в принципе, он может использоваться как бизнес-формат, с одной стороны, с другой стороны, там все-таки вот эти истории, они довольно активные и яркие, поэтому это если и бизнес-формат, для бизнеса средней руки. А вот ресторан, который с другой стороны, это питерский ресторан Алена Ахмадулина, Алена Ахмадулина, если кто не знает, это дизайнер одежды, и она очень-очень грамотно использовала все трендовые цвета, но поскольку она дизайнер одежды, она в этом живет раньше, чем дизайнер интерьеров, она обязана в этом жить, она узнает это, грубо говоря, первый, то она очень хорошо все это использовала, очень интересно, очень органично, создала такое, с одной стороны, игривое пространство, с другой стороны, пространство с атмосферой, с третьей стороны, пространство с цветовыми пятнами. И с точки зрения работы с цветом, тоже снимая перед ней шляп, очень хорошая, очень грамотная работа. Так. В модной палитре на вот этот год у нас было тоже два оттенка, вот один близкий к фуксии, и в прошлом сезоне, по-моему, тоже что-то такое было. Близкий к кобальту цвет. И тот, другой цвета, не способствующие пищеварению. То есть, по идее, это те цвета, которые в интерьере используются, если это не люксовый ресторан. Вот этот ресторан не совсем люксовый. Это то ресторан Тома Диксона в Гонконге, но вы видите по стилистике мебели, по стилистике интерьера, что сюда в вечернем платье, тем более в БОА, приходить будет глупо и смешно. Но надо сдать должное Тома Диксона, но я очень его люблю, очень уважаю и слежу за его работами. Он отлично работает вообще с цветом тоже. Он сделал очень хитрый вход. Он создал так называемый ВАОФ. То есть, когда вы заходите в зал, вы видите вот эти синие стулья. Ну, вот представьте, что вы заходите в зал. Это банкетный такой зал с перегородками. То есть, там можно строить какой-то вот небольшой банкет. Представьте, что вы туда заходите, когда там никого нет. Вы видите вот эти яркие кресла. Круто, это интересно. Вы начинаете смотреть на детали интерьера. Там сзади абсолютно фееричное панно из металлических властей. Но теперь представьте, что здесь сидят люди, и вы сидите за столом. Если вы сидите за столом, и нет свободных мест, вы, грубо говоря, вот эту фуксию вы практически не увидите. Потому что она будет закрыта ледними и спинами. То есть, это ну очень хитрый такой тонкий ход, который знают люди, которые давно работают вот именно с ресторанами. То есть, это такая вот фишка, которую мало кто знает. А вы теперь знаете. Вот. И очень рекомендую зайти на его сайт, посмотреть его работы, потому что там очень много таких фишек. Вот этот ресторан с того года, тоже его, но теперь уже в Лондоне. Это... По архитектуре, если вы посмотрите, он напоминает русский. Вот тот, который на бизнес-формат. То есть, вполне возможно, что... Вот в этом... В этой геометрии пространства вполне можно представить и тот ресторан. Да, и они бы выглядели одинаково. Но здесь нет нацеленный бизнес-сегмент. И здесь, скорее всего, нацеленность на молодежь. Ну, скажем, к люди до 45. Вот. Прийти весело, там, можно павусно, дорогие часы как бы не исключаются. Что-то выпить, поболтать, провести время. Там, даже после напряженного рабочего дня. То есть, тут такая более непринужденная атмосфера. Очень грамотно смешанные цвета. Опять же, рекомендую все это посмотреть в картинках больших. И больше всего меня поразила вот нижняя картинка, где синий. Если вы приглядитесь, то тут, грубо говоря, в одном кадре 4 оттенка синего. Ну, вот синей гаммы. Но при этом это все не выглядит ужасно. Очень часто использую разные оттенки одного цвета. Причем такие разные, настолько разные оттенки. Несмотря на то, что это как бы вот синяя гамма, оттенки очень разные. То есть, это близко к калмарину и к лазури, и вот этот вот темно-синий модный велюр, который сейчас на пике. Но вообще, это смешано в таких пропорциях и через такие разделители, через вот этот вот серый и белый, что это не бьет по глазам, воспринимается интересно и органично. Поэтому на этом примере тоже есть смысл поучиться. А наш, я все-таки решила, что у наших ресторанов тоже надо включать, потому что есть очень достойные представители. Это ресторан не Карловы, у нее своя студия. Мне нравится, она так очень интеллигентно работает, с цветом. Молодец. Ресторан Ромбус в Москве. Это же проект 2016 года, причем сначала был открыт, а потом был открыт зал-бара. Это вот где кресло с горошек, вот там обезьянки сидят на этих креслах, на подушках. Зал ресторана. Это, опять же, пример идеального места, где можно провести все. Ну, кроме там дружеской попойки. То есть сюда можно прийти с девчонками, с мальчишками, с семьей, как угодно. Даже какие-то бизнес-встречи неформальные здесь тоже можно привести. Тоже Москва-Сити. Слушайте, вот не знаю, я же из Питера, поэтому не знаю, где он находится. Я, честно, в нем не была. Но я видела много-много его фотографий, и там очень все грамотно сделано. Можете пробить его в интернете, посмотреть адрес. Вернемся к ресторану. Значит, в этом ресторане нет цветовых пятен. Но чтобы он не был скучным, там сделано вот это панно из осьминога. На фотографии тут, наверное, не видно. На самом деле, это стеклянная мозаика. Великолепная работа. Я не знаю, кто ей это сделал, как она добилась такого качества. Но смотрится феерично. Причем, вот он играет на цвету. Он пропускает через себя свет, что-то где-то отражает. И такое ощущение, что это вот такой серебряный чешучий осьминог, который вот реально там ползет по этой стене. Офигенный эффект. И мой большой респект. То, что касается бара. Бар был открыт позже. Если вы заметите, то там тоже есть вот эта эко-направленность. Тропическая, натуральная вот эта направленность. То есть там есть стулья из дерева. Там есть вот эти приятные, такие слегка молотные оттенки зеленого, светлого. Там у них сидят вот эти обезьянки на подушках. Подвешены горшочки. То есть в соответствии со всеми трендами, выполнена вот эта вторая зона. И она более неформальная. Плюс за счет того, что там есть верхний свет. И если вы приглядитесь, они умудрились даже вот эти фермы архитектурные, металлические, обыграть цветами. И сделают так, что это уже не какая-то там, не лофт, а какая-то почти оранжерея. Вот. По поводу трендов на цвет. Это модные оттенки на 17-18 год. То есть на будущее. Компания Pantone сделала очередное исследование. Они проанализировали неделю моды в Лондоне и в Нью-Йорке. А верхняя – это цвета Нью-Йоркской недели моды. Нижняя таблица – 10 цветов. И это лондонская. Они эту информацию опубликовали. И она опять же произвела фурор. Для человека, который в этом не разбирается, ему это абсолютно ничего не скажет. Ну, модно, ну, хорошо, а дальше-то что? На самом деле, если вы на это все посмотрите, вот так вот в Марсе одним глазом, вы поймете, что здесь пересекаются красные цвета. Они разные по оттенкам, но они одинаковые интенсивности примерно. Красный цвет из моды, в принципе, никогда не уходит, поэтому мы его можем спокойно отодвинуть, про него забыть. Если мы начнем анализировать дальше, мы увидим, что единственные цвета, которые совпали и там, и там, несмотря на то, что это разные континенты, это синий, плод для оттенков. То есть у них одинаковое название. О чем это говорит? О том, что темно-синий будет носиться и в 17-м году, и в 18-м году. А если он будет носиться и в 17-м, и в 18-м году, значит, в интерьерке он будет актуален и в 18-м, и в 19-м, возможно, даже в 20-м. То есть, если вы будете брать за основу синий, вы не прогадаете. Но, опять же, нужно учитывать, где вы его используете, в каком количестве вы его используете, в каком контексте. А это уже все на вашей совести. Зависит от формата заведения. Это тренд-бук на 18-19 год. Он относится к лайфстайлу, то есть стиль жизни. Это и мода, и интерьерка, и все, что человек окружен. Видим здесь сочетание различных оттенков синего, сине-серого, темно-синего, с таким немножко розовинкой. К сожалению, я сейчас читаю с ноутбука, и я вижу, что цвет тут искажается очень сильно. На профессиональном мониторе цвета выглядит абсолютно по-другому. Но, поверьте мне, это темно-синий, темно-серый, синий-серый, немножко такой розовинкой. И вот другое сочетание, это близкий к смесь такой ухры с терракотой. То есть, это как раз вот цвета, про который я вам говорила, что они будут как дополнительно использоваться. Это я вам уже рассказываю на будущее. Так что мотайте на ус. На самом деле, эта информация эксклюзивная, а на трендбук стоит очень больших денег. Но я знаю, где найти на халяву. А вот этот трендбук на 2018 год, он относится к фэшн моде. Там тоже лайфстайл, колл-тренд, но больше на тему моды. И они не дают его на 2019, они дают его только на 2018, вот этот вот изумрудный, эмиральт, луж-меду. По их прогнозам, он скорее всего уйдет. Ну, потому что цвет слишком яркий и слишком, на самом деле, навязчивый. И они предполагают, что к 2019 году он доест и, скорее всего, уйдет из года. А вот эту таблицу очень советую запомнить, потому что это трендбук как раз Home and Interion на 2018-2019 год. То есть, это то, что прогнозируется аж на два года вперед, именно для интерьерной моды. И вы понимаете, да, что это оттенки розового, оттенки синего, оттенки голубого. С легкими вкраплениями как раз вот этого охристого цвета. Поэтому вот эти сочетания в интерьере использовать можно, но, опять же, это зависит от того, в каких пропорциях вы будете делать и с какой целью. Для ресторанов, вот, повторюсь, синие цвета нужно использовать очень аккуратно, дозированные и понимать, какую роль они будут играть. Вот. Еще хотела сказать, то есть, количество цветов в таблице это в интерьере. Да, это примерно, это вот получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь квадратов. Каждый квадрат это свое сочетание. То есть, в каких правах будут сочетаться. То есть, это надо не в массе таблицу смотреть, а, грубо говоря, в идеале закрывать все так лишнее и смотреть квадратами. Это будут вот те сочетания, которые будут популярны, которые будут востребованы. Но, опять же, это прогноз на, получается, два года. В принципе, два года это не долгосрочный прогноз, считается, а краткосрочный, поэтому с вероятностью 80%, если третья мировая или атомная не случится, то все будет так, как предсказано. Вот. Еще хотела рассказать вам про розовый цвет, почему розовый цвет очень любят интерьерщики, потому что сейчас еще есть, осталась вот эта мода на использование каких-то медных поверхностей, латунных, вкупе с золотых, вкупе вот с этой вот золотинкой на материале, на металле, розовый цвет дает абсолютно бесподобный свет, то есть свет, отражаясь от розового и от этой золотинки, он создает такое очень мягкое красивое свечение, которое молодец. Поэтому это идеальное сочетание для использования всяких там бадуарных, гардеробных, спальнях, салонных красоты. Главное, выбирайте, не просечь розовый оттенок, а какой-нибудь нежный и интересный, добавляйте туда элемент ардекос, латунью или медью, и будете на коне. На этом наша лекция, скорее всего, закончилась. Да, это последний слайд был. Вот, я надеюсь, что вам все очень понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Я очень рекомендую зайти в группу и посмотреть все, что я показывала. Оно там лежит в больших, в хорошем формате, в хорошем качестве и в гораздо большем объеме. Так, у меня тут лента не прокручена. Я не вижу, что вы пишете. я не понимаю, как ее прокрутить. Запись, советуйте, пожалуйста, как научиться правильно состоять цвета и оттенки. Как бы на это так ответить? Но мое лично этому очень тяжело и, скорее всего, нельзя. То есть, если у тебя есть врожденное чувство цвета, ты можешь его развить. Если у тебя нету чувства цвета, то развивать полезно. Как правильно сочетать? Есть всякие всевозможные вот эти цветовые круги, правила, вот эти триады. Честно скажу, никогда в жизни я не пользовалась, несмотря на то, что считаю себя экспертом в колористике, потому что для меня это абсолютно бесовская штука. Вот, это какой-то адский треугольник, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, если взять, например, синий и зеленый цвета, то можно взять такой оттенок синего и такой оттенок зеленого, что они будут смотреться очень вкусно, роскошно, благородно. Можно подобрать такой оттенок синего и такой оттенок зеленого, что они друг другу вообще дружить не будут, и это будет просто омерзительно выглядеть. Поэтому, мне кажется, ну, вот просто я в свое время, когда была студентка, было это очень-очень давно, и интернета тогда не было, и пинтереста тогда не было, оно был хороший глянец, я те сочетания, которые меня трогали, которые мне нравились, я их вырезала, у меня была такая гигантская папка вот этих подборок. Причем, в L-Decoration и в AD до сих пор иногда они делают хорошие подборки по цветам, когда устраивают фотосессии для каких-то предметов мебели, освещения. То есть, вот эти вот их фотосессии, где они пытаются показать какой-то новый арт-объект или новый свет, они, как правило, очень трудятся над фоном, над подачей, и там тут хорошие подборки, поэтому, если у вас есть чувство цвета, вы об этом знаете, вы просто хотите его развить, то просто нужно больше видеть, больше замечать и понимать, что вот это мне не нравится, а если это не нравится мне, то, скорее всего, оно не нравится еще кому-то, а вот это мне нравится, и если оно нравится мне, значит, наверное, в нем что-то есть. Попробовать найти такие сочетания как бы в других местах, чтобы соотнести это с тем, что сейчас модно, популярно и как это воспринимается другими людьми. Я надеюсь, я ответила. О, привет из Телевинска. О, это Таня из Телевинска. Привет, Тань. Так, я сейчас просмотрю вопросы. Скажите, пожалуйста, запись вебинара будет, но по идее должна быть, да. Да, я вижу, что запись идет, поэтому не знаю, когда ее будет. знаю много разных леди, которые ненавидят розовое во всех проявлениях, и я полагаю, что это просто влияние мужского взгляда на верное. Тихон, вы вроде бы с нами сначала, насколько я помню. Вот, я рассказывала, что розовый цвет на уровне ассоциации не всеми людьми воспринимается адекватно именно в России. Вот, плюс есть еще, ассоциация, что розовое это для девочек, и голубое это для мальчиков, но, скажем так, у людей, которые открыты для мира, которые путешествуют, которые смотрят хорошее кино, у них этот стереотип уже давным-давно сломан. Вот, по поводу мужского взгляда, ну, как сказать, я на мужчине вот розовый свитер не смогу, наверное, адекватно воспринять, ну, я понимаю, что может у меня какие-то там комплексы, мое непонимание, но при этом позавчера я включила телевизор, да, у меня есть телевизор, но я единственное, что смотрю, это музыкальный канал, потому что это очень полезное времяпрепровождение, клипы, которые проходят в топы, они туда проходят очень часто за счет цвета, вот, например, если вы посмотрите клип часть берлейка, если отнесете его с модной палитрой понтона на тот сезон, когда он вышел на лето, он же летом раз был, то там нет ни одного оттенка ни из этой палитры, то есть все фоновые цвета, одежды, вот, если вы клип этот помните, вот, там все просчитано по понтону, то есть это абсолютно не случайная работа, и, глядя на клипы, можно увидеть последние тенденции, то, что пытаются людям навязать, то, что будет модно, и вообще понять, какие тенденции идут, потому что клипы стоят безумных денег, так же, как любое кино, и в него вкладываются всегда с умом, про наши клипы не знаю, про европейские точно, вот, и там просчитано все, вот, просто все, где, что, какого цвета будет, к чему я это говорю, к тому, что, просто вчера я включила телевизор на Европа+, и увидела там клип, господи, как его зовут там, Крит, наш какой-то певец, такой, блаблондинчик, вот, я скажу сразу, я далека от попсятина, я смотрю это с точки зрения именно цвета, потому что мне это нравится, он там пел какую-то не очень, по-моему, хорошую песню, но он пел в розовом свитере, поэтому розовый цвет, видите, он внедряется уже даже нашими попсовыми исполнителями на уровне Европа+, поэтому, как бы мужчины долго от него не отпрёхивались, я думаю, рано или фу, я всё равно в розовый одену, Карим Рашид любит розовый, да, Карим Рашид любит розовый, это его фирменная фишка, мне кажется, он просто уже раб розового, он может быть и рад бы от него отказаться, но не может, это как Мире Матье со стрижкой, вот, если Мире Матье себе чулку отрастит, на улице её никто не узнает, вот, в Карим Рашиде мне кажется то же самое, если его, я надеюсь, он на меня не обидится, вот, если его брать от него розовый цвет и выпустить по улице, ну, единственное, что он, конечно, очень высокий, и те, кто его знает, они его точно идентифицируют, но если его переодеть и выпустить на улицу, где люди не знают, как выглядит Карим Рашид и какого он роста, то, скорее всего, его мало кто узнает, потому что, ну, потому что так сложилось исторически. Он в белом тоже ходит, ходит, да, ходит, но всё равно у него, когда розовая фишка, всегда есть, либо платочек, либо носочки, вот, недавно Константин Цепелев сделал браслет, ему отослал розовый, просто Костя, мой друг, он очень сильно переживал, оденет ли он его, одел, он как раз был, я не помню, ну, короче, у него был какой-то монохромный костюм, то ли, белый, который чёрный, у него были розовые носки, вот этот розовый браслет. Костя был очень рад, а мне было очень забавно, потому что, главное, что-нибудь розовенькое. Какое хорошее кино, посоветуйте на выходные для просмотра? Ой, слушайте, не знаю, мне бы кто хорошее кино посоветовал, я хочу Чужого посмотреть, но он ещё не вышел. Я фанат Чужого. кино с точки зрения колористики, очень хорошее кино, это «Унесённый ветром», вот, очень его рекомендую, особенно сейчас, оно будет очень популярным, оно будет прямо в тренде. Потом, очень хорошее кино с точки зрения колористики, «Проклятие золотого цветка», по-моему, называется. Это восточное кино про китайский дом, про семейные неурядицы, там безумно красивые интерьеры и безумно хорошая колористика. Она, конечно, с восточным колоритом, но все вот эти вот сочетания, они очень вкусные и очень, очень благородные. «Унесённый ветром» это русский фильм? Нет, это голливудский фильм, который вот самый-самый первый голливудский фильм. Неужели вы не видели «Унесённый ветром»? Да, я, наверное, всё, заканчиваю своё вещание, потому что мы уже ушли от темы ресторанов и баров. Надеюсь, вам было всё интересно. Желаю вам хорошего вечера пятницы, он ещё не закончен. Вот, найдите хорошую компанию или хорошее кино, или хорошую книжку, проводите этот вечер с пользой. Отдыхайте. Всем спасибо. До свидания. До свидания.